День за днём Клубника – это очень сладкая ягода, она очень вкусная и полезная Актуальная летняя проблема – правильный выбор вкусной клубники В преддверии значимой для страны даты Дня России губернатор Смоленской области Алексей Островский выполнил поручение президента Российской Федерации Владимира Путина На торжественной церемонии награждения он вручил госнаграды учителям, врачам представителям общественных организаций, духовенства, работникам сферы культуры, промышленности, образования и СМИ Всего государственные награды и поощрения получили 19 смолян Еще пятеро удостоились награды Смоленской области и двое – благодарности Арккомитета по проведению Дня Добровольца Как отметил Алексей Островский, каждый из награжденных отличился своим безупречным отношением к делу, мастерством в работе и умением решать сложные задачи 13 июня в администрации Десногорска состоялась 66-я внеочередная сессия городского совета На совещании принималось решение о назначении даты выборов депутатов Десногорского совета пятого созыва Подробности в сюжете В соответствии с уставом муниципального образования город Десногорск и руководствуясь нормами федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации депутаты должны были установить дату выборов в Десногорский совет пятого созыва На сессии с докладом перед присутствующими выступил Сергей Гайдачук Он напомнил коллегам о едином дне голосования Действующим законодательством установлены единый день голосования это 8 сентября 2019 года И предложил утвердить эту дату для проведения депутатских выборов в Десногорске Большинством голосов инициатива была утверждена Выборы депутатов Десногорского городского совета назначены на 8 сентября 2019 года Это решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете Десна Велита Ефименко, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ Смоленский фонд социальной поддержки граждан Созидания рассказал о результатах своей работы за прошлый год и поделился планами на будущее Задача проекта – поддержать как можно большее число людей и оказать им по возможности адресную помощь На сегодняшний день более 37% обращений в фонд было решено положительно 30% обращений оказана юридическая и консультационная помощь Фонд активно работает не только в Смоленске, но и в области Всего за один год активисты фонда Созидания проехали более 50 тысяч километров Всего в регионе действуют 9 социально значимых программ таких как автопоезд здоровья, тепло в дом, доброхоты, крылья и другие Большинство программ региона будут продолжены и в этом году А некоторые из них получат и дополнительное финансирование от государства Царица ягод – настоящая королева вкуса – клубника Не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых Это не только отличное лакомство, но и прекрасное лекарство, созданное самой природой Как не ошибиться при выборе этой ягоды, открывающей витаминный сезон, расскажем в сюжете Выбрать вкусную, сочную и выращенную без всякой химии клубнику несложно Важно знать всего пять основных секретов выбора этой ягоды Хорошая спелая клубника должна быть ярко-красного цвета Темный цвет ягоды, скорее всего, говорит либо о наличии нитратов, либо о том, что ягода начала портиться Особое внимание следует обратить на хвостик Листики на нем должны быть зелеными и мясистыми Это означает, что клубнику недавно сорвали с грядки Семечки на ягоде также имеют значение Если они выпуклые, то она, скорее всего, недозрела А вот если находятся в некотором углублении, то ягода максимально спелая Не стесняйтесь ягоду перед покупкой понюхать У спелой клубники должен быть сильный клубничный аромат Который будет чувствоваться уже при приближении к прилавку И самое важное Вопреки распространенному мнению Чем крупнее клубника, тем она слаще На деле оказывается неверным Мелкие сорта клубники более насыщены ценными веществами И поэтому слаще И несмотря на то, что заморские сорта выглядят аппетитнее Предпочтение лучше отдавать местной ягоде У меня есть ремонтантная, которая несколько раз плодоносит за лето И есть, которая один раз плодоносит Уход прост, больше любви Пропалываем, рыхлим, поливаем Что же касается полезных свойств клубники То благодаря содержанию в ней витаминов, фолиевой кислоты, клетчатки, каротина, пектина, железа, кальция, фосфора и марганца Она оказывает мощное здоровительное влияние на организм И, кстати, в замороженной клубнике сохраняются почти все витамины А вот в варенье их почти нет Выбирайте самую вкусную клубнику и будьте здоровы Пчеловоды бьют тревогу Из-за обработки полей пестицидами на пасеках погибают десятки семейств пчел Как сообщили в Департаменте сельского хозяйства Перед тем, как обрабатывать поля пестицидами Пчеловодов должны предупреждать заранее Чтобы они могли обезопасить своих пчел от химии Однако в этом году никаких предупреждений не было И множество пчел на пасеках погибло Пчеловоды рассказывают, что даже если бы их предупредили Перевести оперативно несколько десятков пчелиных домиков На безопасное расстояние 5 километров почти нереально Полностью же закрывать домики на несколько суток нельзя Из-за жары пчелы тоже погибнут Гибель пчел в деревне Санники в таком количестве Говорит о применении пестицида из наиболее опасной группы Управлением Россельхознадзора с начала этого года Проведены исследования 313 проб готовой молочной продукции Отечественного производства по Брянской и Смоленской областям По результатам лабораторного контроля готовой молочной продукции Выявлены признаки фальсификации Отбор образцов проходил в торговом обороте и бюджетных учреждениях В результате в 97 случаях были установлены признаки фальсификации Наибольшее количество положительных результатов пришлось на сыры, сливочное масло и сметану Несоответствующая требованиям продукция изъята из оборота А в отношении предприятий, допустивших ее выпуск Управлением Россельхознадзора Выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии В Смоленске в культурно-досуговом центре Губернский Прошел третий международный фестиваль патриотической песни «Пусть память говорит» В нем приняли участие артисты из Белоруссии, Эстонии и Латвии Инициатором проведения фестиваля стал известный смоленский ансамбль «Троссера», Который в этом году отметил свое 20-летие На концерте зрители услышали композиции про Великую Отечественную войну Чеченские и Афганские песни На одной сцене выступали более 40 исполнителей Большинство из которых ветераны боевых действий Во время концерта зал Губернского был полон зрителей И коротко о погоде 18 июня в Десногорске малооблачно Небольшой дождь, возможно гроза Температура днем до плюс 27 градусов тепла Ночью плюс 19 На этом выпуск завершен Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru А также в наших официальных группах В социальных сетях Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм С вами была Виолетта Ефименко Всем хорошего настроения И только позитивных новостей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова